Ровно 175 лет назад проповедник Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство. Получение максимальной выгоды для максимального количества людей по минимальной цене. Так звучал его главный принцип. Кук был признан изобретателем туризма, а основанное им туристическое агентство завоевало всемирную известность. В современном же мире развитие туризма – общий мировой тренд. За последние десятилетия туриндустрии развивалась семимильными шагами, но прошлый год подпортил статистику. Сначала Египет, потом Турция. Турпоток в Турцию упал до минимума за последние 10 лет. Не досчитались в основном россиян. Стамбул, Анталья и другие турецкие города посетили на 54% меньше, чем в начале 2015 года. Добавили пессимизма и японцы, корейцы, итальянцы, греки, британцы и немцы. Еще мрачнее египетская статистика. В феврале 2016 года на Красном море и у пирамид побывали всего 346 тысяч гостей из других стран. Это почти вдвое меньше, чем год назад. Турпоток из России иссяк почти полностью. По сравнению с февралем 2015 года он снизился на 99%. И если сейчас с Египтом дела по-прежнему обстоят, мягко говоря, не очень, то с Турцией все изменилось. Владимир Путин отменил часть ограничений. Такая перемена стала возможна после официальных извинений за сбитый истребитель Су-24 и гибель пилота. Теперь у россиян есть возможность посетить бывшую Османскую империю уже этим летом. Хотя пока желающих не так уж много. Спрос сейчас большой на Турцию. Но как таковых броней пока что нет. Люди чуть-чуть побаиваются, прицениваются. Но с указа президента прошло не так уж много времени. Поэтому, я думаю, нужно выждать немножечко времени и туристы придут за путевками. На Анталийском и Игейском побережье все вполне спокойно. Я думаю, турецкое правительство сейчас делает все возможное, чтобы обеспечить максимальную безопасность для туристов. Мы советуем воздержаться от поездок в Стамбул, в столицу, в Анкару или на пограничные территории. Жители столицы Чувашии по-разному относятся к такому развитию событий. Я думаю, сегодня еще рановато туда ехать. Поэтому надо подождать. А чего ждать? Сколько ждать? Ну, когда безопасность полностью будет обеспечена. Не думаю, что опасность, но как-то напряженная ситуация все-таки до сих пор. Но то, что открыли путь туда, я думаю, многих обрадует. Я бы рискнул. Не знаю почему. Вот все равно бы в Турцию поехал. Я бы не поехала. Я думаю, вполне безопасно. Это просто политические отношения между этими двумя странами. Я думаю, там вполне безопасно, если выбирать определенные места. Сейчас операторы пользуются регулярными рейсами аэрофлота и турецкими авиалиниями. Формировать туры на чартерных рейсах компании не могут. Для этого необходимо получить разрешение Росавиации. А Росавиация, в свою очередь, должна получить гарантии безопасности перелетов от турецкой страны. Пока туры стоят на регулярных рейсах, их стоимость довольно высока. Но как только операторы получат возможность отправлять путешественников чартерами, цены должны снизиться. Юлия Важенина, Расиль Мухаммитов, Республика.